И к хронике президентской кампании. Сегодня стартовало досрочное голосование. Пройдет оно за рубежом. Свой выбор в пользу кандидатов могут сделать военнослужащие, рабочие зарубежных представительств наших кампаний или туристы. Всего 80 тысяч человек. В это время в России проходят жаркие дебаты на федеральных каналах. Не обходится и без скандалов и нервных срывов. Подробнее расскажет Иван Лежнин. Участники слова, вам ведут себя приличнее, чем вы. Замолчи, замолчи, дура, замолчи. Владимир Лежнин, ну не оскорбляйте женщину. Ну если она тупая. Владимир Лежнин, из-за мозгов нет. Вот видишь, что ты идиотка, что убери ее отсюда. Я не имею права. Эти кадры обсуждает сейчас вся страна. Во время теледебатов в прямом эфире федерального телеканала Жириновский и Собчак устроили перепалку. И обливание водой вовсе не остужает пыл политиков. А еще больше разводоривает Владимира Больфовича. Я не имею права, это делает цик. Черная грязь, отвратительная баба. Последняя. Владимир Лежнин, материться нельзя. А как она? Нигде. Этот ролик уже собрал на ютубе больше двух с половиной миллионов просмотров. И эта цифра продолжает расти. До главного голосования остаются всего две недели. И страсти явно накаляются. Эта перепалка между Собчак и Жириновским началась с того, как Владимир Больфович перебил другого кандидата, Сергея Бабурина, в отведенное ему время. И Ксения Собчак попыталась успокоить оппонента. В штабе единственные женщины-кандидаты уверены, Жириновский повел себя не по-мужски. Такое впечатление, что Жириновский как будто бы этого ждал и в полной степи сорвался. Было просто очень неприятно слышать оскорбления в адрес единственной женщины, восьмерки кандидатов на пост президента России. И я считаю, что она достойно ответила. Надо было как-то остановить его. И, с другой стороны, Владимир Лежнич показал себя во всей красе в очередной раз. А вот в штабе Жириновского, наоборот, виноватой считают Ксению Собчак. Якобы она конфликт специально спровоцировала. Анатолий Ганин считает, любой из тройки лидеров, Владимир Путин, Павел Грудинин и Владимир Жириновский, имеют большую поддержку сторонников, чем остальные пять кандидатов. Так что сейчас раздувают скандалы, пытаясь завоевать симпатии. Госпожа Собчак с самого начала пыталась троллить и эмоционально выводить из себя нашего кандидата. То есть человек, который годится ему во внучке, называют его клоуном. Человек, который годится ему во внучке, начинает на него кричать и повышать голос. И этот случай не единственный. Базаром и балаганом уже назвал дебаты на федеральных каналах кандидат в президенты Павел Грудинин. И уходя добавил, что больше не хочет принимать участие в дебатах. Именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы. Спасибо вам большое. Это не предвыборные дебаты. И то, что происходит сейчас, мы видим в эфире. То есть это, я по-другому даже назвать не могу, театр одного актера, когда начинается плескание водой, мы возвращаемся в 90-е годы. Здесь, на мой взгляд, я целиком и полностью поддерживаю решение Павла Николаевича. И будь я на его месте, я поступил бы точно так же. Комментируют разразившийся скандал и другие штабы. Официальный представитель Сергея Бабурина Дмитрий Сойин заявил, что его кандидат с клоки не одобряет, но не мог ничего предпринимать, кроме того, как просто просить не хамить женщине, потому что теледебаты – это не место для силовых разборок или вызывания на дуэль своего оппонента. Высказался и кандидат от коммунистов России. Максим Сурайкин усомнился в праве Ксении Собчак претендовать на статус женщины, передает РИА Новости. По словам политика, он не вступился за нее в ходе перепалки с Владимиром Жириновским, потому что считает ее врагом и информационной торпедой. Высказалась и глава ЦИКа Лапанфилова. Нарушений в скандальных теледебатах нет и вмешиваться в Центрозерком пока не будет. Задача ЦИКа – предоставить им все положенные законом возможности проявить себя во всей красе, жестко проследить, чтобы никто не был обижен во времени, а уж дальше – это исключительно их возможность и компетенция показать себя так, как они хотят, чтобы их увидели наши избиратели. Самовыдвиженец Владимир Путин от участия в дебатах отказался, но собирается пойти на митинг 3 марта в московских Ложниках. Ожидается, что мероприятие соберет несколько тысяч человек. Работа сейчас кипит в штабах кандидата. Накануне Челябинск посетил доверенное лицо Владимира Путина Виктор Климов. Руководитель проекта «За права заемщиках» принял участие в теле- и радиодебатах, а после провел встречу с представителями регионального штаба Владимира Путина. И вот эта встреча, она важна, и в каждом регионе это происходит для того, чтобы люди, ну что называется, там сверяли часы и чувствовали локоть друга. Вот локоть боевого товарища, да. Мы одна команда, это важная, это важная составляющая. Все понимаем, что вот сегодня во всех регионах страны, в городах и весях, что называется, да, вот вот такие люди работают. Кандидат от партии Роста Борис Титов на дебатах заявил, что пытался перекричать. Брань призывал к спокойствию, но добавил, что развитие событий не требовало вмешательства. Более того, ряд дебатов Титов пропустил. Занят на основной работе, как бизнес-омбудсмен. И тем временем покупает биткоины по 12 тысяч долларов. Не сам лично, а семейный бизнес вложился в криптовалюту. Об этом Борис Титов пишет в Твиттере и отмечает, рынок криптовалюты довольно перспективный. Григорий Явлинский в перепалке на предвыборных дебатах тоже не вмешивается. Пока одни ругаются, озвучивает социальные инициативы. Кандидат от партии Яблоко предложил отменить подоходный налог для бедных семей, а также открывать счет на ребенка при рождении, а деньги отдавать только после достижением совершеннолетия.